Всем привет, меня зовут Алексей, добро пожаловать на канал Мой Старый Компьютер. Последние несколько лет в нашей стране активно муссируется тема импортозамещения, в том числе импортозамещения по части софта, по части операционных систем, по части каких-то офисных приложений. Но как-то забылся тот факт, что такая попытка создать русский набор, российский набор офисных приложений предпринималась в далеких 90-х годах. Компания Arsenal, которая пыталась на наш рынок продвинуть набор приложений под названием «Русский офис». Сегодня конкретно мы поговорим про набор 97-го года, «Русский офис 97». В последующих версиях русского офиса предпринимались попытки сделать его составляющую больше ориентированную на онлайн. Например, появились такие утилиты, как дискокачалка, это менеджер загрузок, дискоискатель и так далее. Но версия 97-го года, которую мы сегодня рассмотрим, она более такая офлайн-ориентированная и более ориентированная именно на офисные применения, то есть на офисных машинах, чтобы там тексты поредактировать, делами позаниматься и так далее. В этот пакет, конкретно версию 97-го года, у нас входили такие утилиты, как дискокомандир 96, лексикон 97, сократ 97. Также туда входил менеджер финансов Декарт. То есть такой, как видим, набор, который ориентирован действительно сугубо на какое-то деловое применение. Ну, давайте мы начнем, наверное, по порядку. С лексикона 97, который, в принципе, в определенном смысле слова не нуждается в представлении. Где-то в середине 90-х годов имя лексикона гремело на территории нашей страны. Это был самый популярный редактор текстов для MS-DOS. И потом, когда MS-DOS уже было понятно, что она является уходящей платформой и каши с ней не сваришь, в общем-то, разработчики лексикона предприняли попытку выхода на Windows, но там уже был Microsoft Office и места для лексикона, в общем-то, не нашлось. Но, так или иначе, перед нами лексикон 97, редактор текстов, такая русская версия Word. Она, конечно, урезана, тут нет макросов, но, тем не менее, как мы видим, со всякой функциональностью здесь, в общем-то, проблем нет. И, несмотря на то, что интерфейс, в общем-то, достаточно аскетичный, но в плане функциональности, в общем-то, вроде все на месте. Даже вот если мы сейчас откроем для сравнения Word 97, в принципе, положа руку на сердце, разница, в общем-то, не особо бросается в глаза. В принципе, даже названия менюшек, иконки каких-то панелей инструментов, они примерно одинаковые и несут примерно одинаковую функциональность в себе. Вот я сейчас открою немножечко демок таких, это такие шаблоны, которые идут в комплекте с лексиконом, чтобы просто посмотреть, что на нем можно сделать. Вот, например, шаблон акта чего-то, я не знаю, там, где нам говорят, что докладная записка, комиссия, техника признана пригодной к эксплуатации. То есть такая, в принципе, рыба, чтобы сделать какой-то реальный акт вот на основе вот этого шаблончика. В принципе, это логично, когда редакторы текста включают какие-то шаблоны, чтобы можно было иметь какую-то печку, от которой можно было плясать. И что интересно, в отличие от Word, в котором шаблоны, они более, так сказать, как мне кажется, ориентированы, ну, положа руку на сердце, на зарубежный рынок. Да, пытались в русских версиях эти шаблоны как-то адаптировать под нашего пользователя, но в лексиконе оно как-то выглядит более жизненно, более действительно пригодным для использования вот каждый день. Да, может, с оговорками, да, может быть, что-то там высосано из пальца, но, тем не менее, как мы видим, вот, например, контракт некий какой-то. Тоже шаблон, который вполне можно взять за рыбу и использовать его было в реальной жизни. То есть, в принципе, я бы не сказал, что лексикон, он какой-то отсталый по сравнению с Word. Макросов, да, здесь нет, но так ли нужны эти макросы большинству пользователей? Вот скажите, вы прям каждый день макросами в Word пользуетесь? Я вот лично нет. Мне вот Word нужен, если я им пользуюсь, исключительно для набора текста. Но, кстати, что интересно, вот в лексиконе, например, почему-то не работает прокрутка колесом мышки. А вот в Word, как мы видим, в Word документ крутится. Кстати, в некоторых версиях русского офиса был включен так называемый лексикон Excel, который также включал в себя не только редактор текста, но и редактор таблиц. Редактор таблиц, насколько я понял, был основан на программе Sebase Formula One. Ну, то есть, здесь, в принципе, тоже использовали какие-то зарубежные наработки, но создать редактор текстов, мне кажется, проще, чем табличный процессор. Ладно, продолжаем. Еще одна интересная программка, которая была в русском офисе, это диско-командир. Я, в принципе, про него рассказывал уже в обзоре софта для Windows 3.1. Здесь у нас диско-командир 96, который уже адаптирован под Windows 95 и под Windows 98. Поддержка длинных имен появилась и так далее. Так, это, в общем-то, классический файловый менеджер с двумя панелями, аналог такого Нортона. По всем сочетаниям клавиш, по каким-то решениям интерфейса он полностью, в общем-то, соответствует Нортону. Может работать с архивами, причем может работать с архивами как на распаковку, так и на запаковку. Ну, zip-архивами, соответственно. Если там RAR или еще что-то, вы туда заходите с его помощью сделать, уже не получится. Но zip-архивов, мне кажется, по тем временам вполне достаточно было. В общем, тоже такой прикольный продукт. Я бы не сказал, что тут какие-то есть откровения в области функциональности, дизайна и прочее. Обычный двухпанельник, клон Нортона, ни много ни мало, ну, в принципе, это неплохо. Реально неплохая штука. Я помнится, до появления Windows Commander, который потом стал Total Commander, Я вот некоторое время, ну, более поздней версией этого диск-командира под Windows пользовался. И еще одно приложение называется Sokrat 97. Это у нас словарь-переводчик. То есть функция словаря, она вызывается через вот такую вот менюшку у вторые. И мы здесь можем ввести какое-то слово, и нам покажут его трактовку. Ну, тут без транскрипции. То есть это простой, на самом деле, словарь. Но еще одна его такая интересная особенность. С его помощью можно перевести кусок текста. Вот сейчас я попробую, например, возьму... Так. Нет, это не здесь у меня живет. Ну, допустим, возьмем Redmi и попробуем с вами перевести. То есть как это устроено? Мы копируем текст буфера обмена и либо выбираем контекстное меню, либо по сочетанию Ctrl-Alt-Z нам Sokrat должен показать... Должен же показать. Вот он нам показал перевод именно текста. Он попытался сделать максимально осмысленный перевод. Но это понятно. Это, во-первых, машинный перевод. Во-вторых, это машинный перевод конца 90-х. То есть тут никакого искусственного интеллекта и ничего даже близко нет. Кроме того, сам движок Sokrat именно по части автоматического перевода, как мы видим, можете поставить на паузу, прочитать этот текст, он весьма и весьма слабенький. Ну, в принципе, да, здесь можно понять, если включить мозги, какой-то общий смысл текста. Но, конечно, как переводчик это такое себе. Как именно словарь вполне неплохой. То есть я думаю, что большинство пользователей его бы за глаза хватило. Ну и последнее приложение из состава русского офиса, именно версии 97-го года, это Descartes. Что это такое? А это такой менеджер финансов, который позволяет вести личную бухгалтерию, смотреть какие-то отчеты и так далее. Единственное, что... Вот я сейчас открою демонстрационную базу данных, которая идет в комплекте с приложением. Ну вот мы здесь видим все, то есть можно по нескольким критериям смотреть там приходы, расходы, наличные. То есть можно создавать несколько каких-то источников доходов, мест, где хранятся ваши деньги и прочее. Ну, хранились бы, если бы вы пользовались этим Descartes финансы в те времена. Можно формулировать отчеты различные. В общем, вполне себе тоже удобное приложение, возможно. Почему бы им и не пользоваться было в те времена, если была необходимость вести именно личную какую-то бухгалтерию. Единственное, что я заметил, что вот попытка сформировать отчет конкретно вот на этом компьютере, не знаю, на других может оно как-то по-другому, но оно наглухо, ну почти наглухо вешает систему. То есть мышка ездит, вроде как система, она не совсем наглухо повисла, но больше ничего не работает. То есть только через Ctrl-Alt-Delete, если ее перезагрузить, только тогда компьютер приходит в себя. Не знаю, может это особенность именно этого компьютера, или этого набора, или тут какой-то еще набор каких-то факторов, которые влияют на совместимость. Может этот компьютер слишком быстрый для этой программы, я не знаю. Но вот так или иначе, вот такой глюк здесь имеется интересный. Ну вот такой вот он, русский офис 97-го года. В принципе, набор приложений, с одной стороны, интересный, с другой стороны, например, здесь нет табличного процессора. Ну, по крайней мере, в этой версии. Так или иначе, но тема эта не взлетела, лексикон не взлетел, несмотря на то, что, как я уже сказал, во времена DOS это был просто имбо-редактор, который пользовался поваленной популярностью, то есть упиратели направо и налево. Но в реалиях, именно когда появилась Windows, уже все было совсем по-другому. И, в общем-то, наш редактор оказался здесь ни к силу, ни к городу. Хотя я не вижу, что он какой-то особо хуже того же Word 97. Но, тем не менее, компания Arsenal, она еще некоторое время выпускала набор вот этого русского офиса. где-то примерно до 2002 года, когда и наборы вот эти перестали выпускать. Ну и, собственно, сама компания Arsenal канала в лету. Хотя ее материнская компания, компания IT, или IT, я не знаю, как правильно читать их ударение, она жива и по сей день, ну, если верить Википедии. И даже там что-то пытается на нашем IT-рынке какие-то задачи решать. Но эти задачи, они уже не связаны именно с пользовательским программным обеспечением, а уже там какого-то иного характера. Тем не менее, да, вот сейчас вот мы говорим импортозамещение, импортозамещение, но мы почему-то вот забыли нашу историю. И вот забыли, что, да, был такой вот русский офис. И кто знает, может быть, если бы его бы тогда бы продолжали бы развивать, там, в 2002 году его бы не свернули, может быть, сейчас бы это был бы действительно российский программный продукт, не основанный там на перелицованном каком-то там OpenOffice или LibreOffice, а именно какая-то своя разработка. Да, кстати, у Lexicon, у него был свой собственный формат сохранения файлов, хотя он мог работать и с распространенными Word-овскими и прочее. Но что делать? История, она такая история. Из нее, как говорится, страниц не вырвешь. Вот так вот. И на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока и спасибо за внимание.